А Карина, так она выглядит, 7 отверстий, а Карина имеет одну октаву, у нее нет передува, как насверели, да, все закрыты, и вот здесь большой пальчик у нас, указательный средний безымянный левой руки и правая те же, да, указательный средний безымянный. Все закрыты, допустим, в до-мажоре до, ре, ми, фа, соль, ля, си бемоль настраивается традиционно, скажем, да, либо, если договариваемся, то си и до. На Карине есть половиночки отверстия, можно, да, играть в половину отверстия до, до-диез, ре, ре-диез, ми, фа, фа-диез, соль, соль-диез, ля, получается ля-диез или си бемоль, да, и до. Либо, если у вас здесь си, ля-диез или си бемоль, си и до. Если у вас си бемоль, то си можно вот такой вилочкой взять, да, то есть только так открыть. Ну и если вам неудобно использовать половиночки отверстия, некоторые звуки можно взять вот такими вилочками, да. Ну, тут уже надо слушать, какие нотки будут получаться. Нет форта и пиано, есть конкретное дыхание, да. Да, ну, какую-то нотку взяли, передули. Почти на полтона, да. И сюда почти на полтона, да, то есть есть конкретный звук. Вот А Карина, пожалуй, самая сложная, чтобы вот, ну, контролировать, да, интонацию первое время. И в А Карине немного, наверное, ну, или как вот в первую октаву, если играете на свиреле, как вот в первую октаву свиреле, дуете. То есть достаточно свободно, без всяких напряжений, там, силы и так далее. Очень спокойно. Пожалуй, все. Задавайте свои вопросы. Спасибо за внимание.